Вы родились в Москве во время войны, да? Ну это было уже в самом конце войны, да, во время войны, формально, но это был в самом конце. Мои родители были в эвакуации и вернулись где-то в 43-44 году они вернулись в Москву. В принципе, у меня... Мой папа написал свою биографию и с книжкой, чтобы его подать даже в эвакуационном виде. Она есть на каком языке? На русском, нет. На русском. Вот хорошая книжка, просто можно посмотреть. Посмотреть, спасибо. Да. Не знаю, в смысле с едой и так далее, как там было в начале жизни? Не знаю, что ситуация была совсем плохая после войны. Или как? Я этого не знаю. Я это естественно... Как я... Я не знаю. Я реально не помню ничего, что было тогда. Кроме того же... Вы просто не понимаете, такого не бывает, что человек с едой. Если не с чем сравнить, то... Это все, что есть. Это все, что есть. Не, ну сейчас у вас есть чем сравнить в этой перспективе. Нет, ну... Ничего особого такого не помню. Нет, конечно не помню. Нет, конечно не помню. А когда вы начали интересовать математикой? Ну, видимо, очень недавно. Значит, я могу припомнить несколько эпизодов. Значит, затем я где-то говорю уже, что где-то в 10-11 лет меня кто-то спросил, кем я буду, когда вырасту. Ну, так и стандартный вопрос. Значит, я сказал, что я буду математиком. Что интересно, поскольку я не знал, что такая профессия существует. Не было никакого основания это считать. Так и было очевидно. А что вы думали всегда, что это значит? Что это значит? Что это как бы вы понимали, что можно будет делать новую математику, или вы думали, что просто изучать существующую? Не я. Сейчас, сейчас. Во-первых, я не помню. Мне было 10 лет. Во-вторых, я не думаю, что я думал. Просто спросить, я сказал, что... Дальше я могу рассказать разные истории. Одна из них была, это был третий класс. Мы решали задачи с вопросами. Знаете, что такое задачи с вопросами? Задачи что? На вопросы? На вопросы. Это некий стандартный способ, как в ваших классах решают задачи. Значит, там была задача. Надо было узнать, сколько есть были осиновые дрова, сосновые дрова и березовые дрова. Известно было, что Сосновых был настолько-то больше, чем Березовых. А Березовых настолько-то больше, чем Сосновых. И Сосновых было столько-то. Надо узнать, сколько Березовых было, насколько больше, чем Амасиновых. Классический ответ был, надо было еще четыре вопроса выяснить, сколько текстов, сколько этих, вычесть. А я чувствовал, что можно сделать один вопрос. Я не мог этого писать. Мне было очевидно, что это проектный ответ. Вот такая вещь. Вторая вещь, это было начало пятого класса, когда нам объяснили, что такое алкебр, что бывает X, A и так далее. Это мы уже знали, потому что я учил кибетский язык, там почему-то проходили, что это был не X, а X, но не важно. И я вдруг почувствовал некое приключение, потому что я понял, что я на самом деле реально именно так все это и делал, уже последние там пару лет. Но у меня не было аппарата, не было, так сказать, не было этих слов и так далее. Вообще, у меня память в сторону так, что я больше помню не события, а свои отношения к этим событиям. Особенно, когда я проявляю, когда что-нибудь говорю и так далее, то я это запоминаю. А сами события уже не так хорошо. Так, эта вот вещь, любовь к математике, появлялась в первые разы именно в школе, а там дома родители тоже чего-то было или в школе? Нет, нет. В школе, ну, есть всякие такие вещи, знаете, составление чисел из бенетики, бенетики в автобусе, там шесть цифр. Спрашиваются, можно ли из них сделать стол. Умножениями, рассложениями и так далее. Смотришь, и такой пытаешься делать. Это была стандартная вещь. Откуда вы ее обнаружили? Это было довольно стандартно, так сказать. Известное, знаете, я так всегда это делал. Так от родителей ничего особо не шло, понимаете? Да? Нет. Они оба имеют математическое образование, да? Они оба инженеры, да? Не было, они были инженеры. Нет, ну, так сказать. Нет, они специального математического образования не было, но они были инженеры, хорошие инженеры. Так сказать. Само нет, не было с их саду никакого. Саду не было никакого. А начальная школа у вас была обычная или уже тогда были математические начальные школы? Нет, нет, нет. Начальная школа была самая обычная. А когда вы, к какому моменту вы пошли к математическому школу? Значит, это написано, значит, началось все с того, что я увидел где-то на столбе в метро объявление математическое. Нет, не совсем нет. До этого я ходил пару раз на, были московские математические олимпиады, они проводили городским, городским районным. А это в какие возраста? Что? В каком возрасте? Ну, это 5-6 класс. Когда еще в начальной обычной школе они доходили до этой школы? Ну, нет, объявлялись, сначала там по районам, потом, по-моему, городская была тоже. Ну, это было неинтересно, потому что там были задачи, примерно как школьная задача, чуть сложнее, но, в общем, и неинтереснее, может, чуть интереснее. Вот, а потом, когда я был в 7 классе, я нажал на столбе афишу с призывом, что будет олимпиада в Московском университете в воскресенье, и вот я туда поехал, и там были совершенно другие задачи, действительно интересные. Ну, и я там получил вторую клейку. И, сама, ну, после я познакомился немедленно с другими ребятами, которые объяснили, что есть кружки, я стал ходить в кружки, то есть я пришел уже в последнее занятие, но вот как это был весной. Кружки в Московском университете? Да, кружки в Московском университете. А там же я был пешком, или начался? Я жил в центре Москвы, это жил, ну, более-менее в центре Москвы, это было от меня недалеко, небольшая проблема приехать, и там набрал, я пришел даже на два, ну, на два, и, может, я осень пришел, в второй кружок, и набрал там банк. Масса задач, и летом я получил. Там у нас был такой дачный участок, я так ходил вокруг грядки большой, и решал эти задачи. И после этого жизнь совершенно изменилась, после этого, значит, примерно через год я начал ходить кружок, познакомиться с ребятами, один из них, значит, предложил мне, чтобы открывается математическая школа, как раз в этот момент они открывались. Значит, здесь могу рассказать историю, это интересная история, почему появились математические школы, откуда такая идея возникла вообще. Идея возникла из какого-то бюрократического целого. И тогда, знаешь, Кращёв объявил, что дети должны учиться не 10 лет, а 11 лет. И последние три года они должны учиться, и учиться, так сказать, в каком-то ремеслу чего-то там. Девочки шили чего-то, мальчики работали токарями и так далее. Но тогда уже начинала появляться программира, самая электронно-учрительная машина. Она только-ток начали появляться в ночи. И кто-то сообразил, что можно быть токарем, а можно быть программистом. И вот организовали школу. Формально они были не совсем математические, они были для того, чтобы научить это профессиональное обучение. Узкие математические школы возникли от программистических школ, да? Да. Гениально. Я думаю, программистские показы – новая вещь, компьютеры – новая вещь. Это математическая школа, я думаю, была там всегда, не знаю еще, до советской власти. Нет, 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 нет. До этого никаких математических школ не было. Нет, нет. То есть математические школы появились, как умные люди сообразились, что это новое, это самое, которое не очень осмысленно, а через три года их отменили. Вместо 11 классов стало 5-10. Я попал в тот период, когда было еще это. Но люди сообразили, что, кстати, это вещь, что это очень осмысленно, что их можно использовать. Так они только были для последних трех годов? В 9-10-е годы, да? Да. В 9-10-е годы я учился в первую, по-моему, первую самую математическую школу, 4-44 школу. И классы тогда начинали в 7 лет, а не в 6? В 7 лет. В 9-й класс это 16 лет, да? Да. Значит, когда я кончил, мне было 18 лет. В 45-е годы я кончил в 63-е годы. В математическую школу это 16-17-18. И вот я кончил в 18-е годы. Потому что я учился в 11 классах. За исключением этих трех или четырех лет, это было 10-10 классов. То есть это кончились в 17-е годы. Когда мы в Ашифове в школу, это был как бы один из первых, как это называется, классов? Как бы до вас в целой классе. Второй класс. В первом классе учился, например, Тони Пушевенко. Значит, было много меня осталось. Вы говорили про ребята, которые вы встретили на Олимпиаде, а потом на Тушкове. И в них есть имена, которые я знаю? Да. Леня Риманов. Какие еще имена вы знаете? Леня, он ваш старший, да? Нет. Он даже моложе. Он на полгода моложе. Я просто не знаю, кого вы знаете. В общем, там было некое количество людей, с которыми потом в школе учились, в университете, в общем, это было. В общем, жизнь изменилась совершенно. А нет, после этого, уже где-то в восьмом, по-моему, в восьмом классе. И девято я стал ходить, во-первых, на математические крышки. А во-вторых, в университете были некие семинары. Значит, семинары, они, так сказать, для школьников, для плачных студентов и так далее, где изучение уже, так сказать, не просто какие-то задачи, а изучение математики. Там я выучил комплексный анализ, помню лично, и так далее. То есть это… А более базисные университеты курсы, типа анализ, линейная аргиба, то, что как бы первый курс, когда вы начали это делать? Ну, вот где-то в школе. В школе на этих кушках, да? Или сам по себе, или… Нет, ну, во-первых, в классической школе это было, там, наверное, все-таки была математическая школа. То есть там была повышенная, не сверх, но тем не менее. Ну, когда-то я ходил на эти… Ну, нет, так сказать… Это… Значит, первая вещь, которая была, это была вот эта самая… Эта техника. Это было на кружках, или на семинарах, или то и то? На семинарах, нет. На которые начали ходить вот в 15 лет, ну вот, еще до математической школы? Нет, нет. Все равно это и не надо. Это… Ну, математическая школа началась только в девятом классе. В девятом классе. А вы в седьмом уже… Нет, ну, значит, в седьмом у меня было 14 лет, соответственно. В седьмом… Когда вы были на Олимпиаде? В седьмом или в основном? В пятьдесят девятом. Вот, то есть мне 14 лет. В седьмом классе. Значит, в восьмом классе, по-моему, я начал ходить уже на семинары. На этих семинарах, видимо, уже чуть больше. Он ходил на Сerstин wie Platform, и учил сам Гомологии. Не, мне кажется, Гомология, не Гомология. Так, в седьмом классе как бы первое раз узнали, что есть математические школы и математические кружки и так далее? А в восьмом уже были Гомологии, да? Нет, математических школ еще не было. Ещё не было. Что есть математические кружки, математические миры? Здесь есть кружки и Олимпиады, лекции в мост-оурверсии. Иногда через воскресенье читались некие математические лекции. Их читали разумные люди, и это было вполне очень интересно. Я помню, я как-то ходил на лекцию, там объяснялось, как составлять дифференциальное наравнение и так далее. И так что он подбастировал, что берем стакан с водой и начинаем крутить. Такая будет форма поверхности. Составил дифференциальное наравнение и так далее. На меня это вызвало очень сильное впечатление, потому что я понял, что я... Если больше меня не было ничего, я уже понял все дифференциальное число. Это в седьмом классе или это уже в восьмом? Нет, это уже в девятом классе. А где-то уже в десятом, наверное, в одиннадцатом я ходил на несколько кружков, на семинарах. На одном я выучил комплексы примерно, на другом вот алгебрическую топологию, там какие-то простейшие. Так эти кружки, они в общем-то включали, кружки семинаров включали более-менее весь стандартный куррикулум первой степени? Да, конечно. Фактически, да. И это как бы было ненапрямую связано с математической школой? Это существовали и до, и параллельно, да? Да. Это было параллельно и не имело отношения с кружки. И там, в общем-то, будет работать первая степень для молодых ребят? Нет, там не было, как в Израиле, так сказать, как первая степень. Это было... Кружки были совершенно... Нет, кружки это были в основном решение олимпиадных задач. А математика была на этих семинарах, как бы более глубокая математика? Да, это было на семинарах. И, значит, кружки там решали задачи, объяснялись методы и так далее, индукции и прочее. А в семинарах учились сами, но учились не стандартные курсы, а учились именно какие-то подвинутые. Но это все включало стандартные курсы как-то или? Ну, естественно, это включалось. Честно говоря, я уже не помню, где стандартные курсы. А как бы вы учили, что такое поиходное? Один раз кто-то сказал, и вы бы столько попочли? Нет, нет, к тому времени я уже знал. Нет, ну сейчас, нет, в школу, в производстве походили в школу. В восьмом классе? В обычном. В обычном? Нет, сейчас я учил в девятом, в десятом и одиннадцатом классе в школе. Нет, ну вы уже в девятом учили более подвинутые вещи в семинарах. Так когда вы узнали, что такое поизводное? Одновременно. Одновременно. Так вы одновременно как бы делали поизводную и комплексный анализ и гомологию, да? Знаете, это зависит от того, что он значит, когда узнал. Например, что я хорошо помню, что… Это я был в седьмом классе, это помню. Я понял, как доказать, что если взять эллипс и выпустить свет из одного фокуса, то он перейдет в другой фокус. Это, кстати, формально не требует производного, но реально это, кстати, просто свой производный. Вот. А это вы поняли сами по себе, еще до этих школ? Да, это я понял до школы. Я почесал это где-то и понял, как доказать. А вы вообще узнали, что такое эллипс? Это было в школе? Да. Нет, эллипс. В седьмом классе? В школе, да. Разберек какие-то учебники в курсе. Может, я читал где-то. Не знаю. Единственное, что я помню, что в седьмом классе я заинтересовался этой задачей. Но она вытекает из... Я задействовал, что она вытекает из некой элементарной задачи. Вы знаете, что есть два пункта. Есть река. Нужно найти место в реке, чтобы сумма расстояния была бы минимального. Знаете, как нужно отразить это. Потому что ровно это соображение имеет отношение к... А эту классическую задачу вы видели в школе или в книжке тоже? Наверное, в книжке. Наверное, в какой-то книжке. Может, в школе. В школе иногда появлялись какие-то задачи. Я помню эту задачу, потому что это действительно, по-видимому, до этого эпохального события, когда я упал на Олимпиаду. Пусть это уже было совершенно другое. Это был первый раз, когда вы были в... А, это первый раз, когда вы были в серьезной Олимпиаде. Вы до того были в военных Олимпиадах, и они были... До этого это было не серьезно. Это еще не отличалось от школы и так далее. А когда вы на международную Олимпиаду и так далее, как вы готовились? Это был девятый класс. Привет. В седьмом классе я был на московской Олимпиаде, получил вторую премию. В восьмом классе я получил первую премию. И дальше я получал всегда первую премию. В московской? Да. А, значит, меня, значит, выдвинули послать на бежитару. Это было так все непросто. Перед этим я сломал ногу где-то в марте. Ну, вот где-то в Олимпиаде было, где-то, в июне, значит, я обжился. Мы уже многообразовывая. Да, уже многообразовывая. Да, уже многообразовывая. Вот. Ну, значит, вот я участвовываю в этой веки. А, а всесоюзная? А не было всесоюзная еще пропедология? Международной московской и междуноводной? Тогда еще всесоюзная как-то не очень была. То есть они как-то уже начинались, но еще в дальнейшем действительно путь на международную шел через всесоюз. Но тогда это было еще… А так русская сболная была московская сболная? Что? Так русская сболная в тот момент была московская сболная? Нет, 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 нет. Так не видно, нет. Там были из разных. Были из Москвы. А они просто ехали на московскую Олимпиаду, чтобы попасть? Как они отбивались? Нет. Сейчас. И, слушайте, это я не помню. Я не могу сказать. Просто я говорю, что это, что позже, действительно, так сказать, обычно путь был через всесоюзную Олимпиаду. Тогда всесоюзную Олимпиаду, я не могу сказать, что их не было. Но если они и были, то только начинались. Ну, это какие-то формальные вещи, которые я не помню и не очень интересны. Вы в девятом классе поехали на международную? Первый раз. А потом вы еще ехали? Я сейчас становлюсь в девятом. Нет, нет. Сейчас, извиняюсь, это был не в девятом. Он был в десятом. Шестьдесят второй год. Шестьдесят. Да. Хоть уже в седьмом вы были на втором месте во всей Москве. Да. И вы не поехали на международную? А вы были шесть людей выше или в каких-то других путях? Нет, нет. Сейчас, кто поедет на международ и так далее, это было… В седьмом я просто пришел на Олимпиаду, там получил вторую премию и все. В восьмом я уже был, так сказать, известным человеком. Ходил на кружки и так далее. И, так сказать, студенты, которые были сами, они уже меня знали. Я тоже получил первую премию. Кто отбирал, как отбирали, по каким критериям отбирали? Что? По каким критериям отбирали? Не знаю. Собственно. Да. Это вопрос… Нет, нет. Ну, как участие в Олимпиадах. Нет. Они стараются, чтобы… А нет, нет. По-первых, на международной Олимпиады еще не было. Значит, идея в том, что на международной Олимпиаде началась… Я участвовал в четвертой. Была первая Олимпиада, в которой было четыре человека Советского Союза. На вторую-третью не было никого. Не посылали еще… А, Союз не посылал, поздно не посылал. Не посылал, да. А, так вы были более-менее на первой Олимпиаде… На второй Олимпиаде, в которой был Союз Сборнов, а первая была еще давно. Не то, что там кого-то другого отбрали, а просто после Союза Сборнов. Да, да, да. Вот. Наша команда уже была полная команда, восемь человек. А, тогда были восемь? А, сейчас шесть. Уже много лет сейчас, да? По мне уже прошло. Есть. Значит, тогда было восемь. А, так это было в десятом классе, а потом был еще одиннадцатый класс. Вы еще вот поехали? Нет. Ну, там обычно, так сказать, сейчас была политика, которая, естественно, не всегда выполнялась, но сейчас в отношении евреев… Больше одного Лада не ехать? Один, да. Чтобы еще люди смотрели. Значит, еще раз, эти все самые… Я потом там чего-то такое слышал уже, много лет позже, когда я уже был там, с другой стороны смотрел. Но это темный бизнес. То есть, какие соображения были? В частности, были антисемитские соображения тоже. Естественно. Ну, это была не чисто антисемитская вещь, а не евреев тоже иногда не поцарай второй раз, да? Нет. Это была как бы комбинация двух, да? Да, да, комбинация. Нет, комбинация, естественно. Нет, и кроме того, тогда еще антисемитизма, так сказать, сильного не было. Он очень сильно начался позже. То есть, когда я построил институт, все время не было никаких проблем. А через три года уже начинается проблема. Вы поступали в каком году? В 63-м. А уже в 66-м были серьезные проблемы? Потому что в 67-м я не помню сейчас. Ну, нет, это легко. Я знаю, что формально тоже была реакция на войну. Но, наверное, было бы еще вещи, да? Это вопрос... Срочно? Опять. Нет, это теория, что это, так сказать, самое. Но, значит, так, не знаю. Значит, нет, это можно установить, какие годы были, так сказать. Нет, потом началось просто следующее, сейчас я объясню техническую вещь, что люди, которые ехали на Олимпиаду, то они без экзаменов принимали в университет. Это считалось чисто формально, что они едут на Олимпиаду, поэтому они отсутствуют, не могут подготовиться, и вот, ну, в общем, такая вот какая-то чисто формальность, не они. Вот. И поэтому, значит, уже позже, когда МСМС был сильно на разгаре, что попасть в университет был наиболее простой, не знаю, простой способ, но более прямой способ – это поехать на Олимпиаду. Ну, естественно, тут же началась какая-то реакция, чтобы ее пытались не пускать на Олимпиаду и веев, чтобы они не попали в университет. В общем, и, ну, как всегда здесь, так сказать, такое… Гениальное стало. Да. Значит, в мое время, во-первых, не было такого антисемитизма. На Нехмате был. Кстати, на Фисфаке был сильный антисемитизм. Ну, это были, наверное, инициативы самих ученых, а не сверху, да? Что? Так это, значит, были инициативы самих ученых, а там не было указания на Фисфаке и так далее? Традиции, я не знаю. Сложно. Нет, на Нехмате у нас было примерно четверть евреев. У группы математики, у группы механиков примерно четверть было. Ну, просто смотрели. То есть это много. Я знаю, у вас первая статья в 15 лет про этих, про… А, тут написано другое число, но я почему-то помню, что она в 12 лет. Она в 62-й год. Она в 62-го года или вчера вторая туполикация не была раньше? Я не помню. Нет, нет, нет. Это было… Нет, но это просто произошло следующим образом. Я ходил, значит, на один семинар, в который я ходил, и там я выучил, кстати, комплекс анализа, и семинар Карнода и Ваддеса. Кого? Карнод, Саши Карнод и Евгений Михайлович Ваддес. Ваддес? Ландис. Ландис? Да. Вот. И там я… Они давали задачи, вот там я выучил Эпсон дельта технику, такого уровня, что… Все очень большие… В каком классе? Я большим. Ну, соответственно, это было, наверное, 10-й, 11-й. Честно, я не помню. Наверное, 9-й, 10-й, 11-й где-то. Вот. Там все… Сделал несколько задач, сейчас я сделаю эту задачу. По-моему, эта задача была и до этого сделана где-то. В Америке где-то. Так что… Так что задача? Какая формулировка? Я… А, задача очень такая. Вот, есть два отрезка правильных. Мы хотим поставить прожектора здесь и здесь. Так, чтобы они отсюда, чтобы они светили все здесь, но чтобы как можно меньше светили в середине. А, это не объекция, это именно прожекторы? Они… У них как бы есть… Да, это параллельные. Параллельные лучи света. Вот они. Идут. И мы хотим, чтобы их поставить… То же самое, что объекция? Или она должна быть piecewise? Да, да. Это объекция. Но нет, это все одно и кое же. Нет, задача формулировка именно таким образом, что никакие не отрезки, а просто прожекторы. Конечное число прожекторов. Да. А, объекция должна быть piecewise? Да. Да. Спрашивается, как мало можно светить внутри? И ответ, что может светить как угодно мало. Что если так сделать? Значит, ну неинтересно, значит, сейчас, там используется интервейный математический фактор с Лемо-Лебега. То есть, к тому времени я знал уже… Это доказывает, что в то время я знал, так сказать, Лебега. Причем, так сказать, хорошо взял, так сказать. А Лемо-Лебега? У ос 6 есть измеримое множество, то у него есть точка плотности. То есть есть какое множество? Измеримое. Измеримое множество, это бывает точка. Полудительно-меле, тогда если что? То есть есть точка, у которой 90% Vadim – предлежит нашего мущества. А Ну, то есть как угодно близко к 100%!? А точкаivolug alike – это не… Это не точка… точка замыкания это более сильного движения как точка замыкания тоже есть какое-то имя типа . чего-то . задачка решение нужно применить для малибеков то есть что-то некое нетреральное то есть я не знаю сколько то есть конечно есть элементарное решение но видимо оно не очень просто это чисто элементарное это вещь вот то что вот была статья и т.д. это для вас прокатывает важная вещь с ними просто решили задачу как одна из многих задач нет я решил задачу на этом семинаре они давали задачу и вот я решил эту задачу а дальше значит предложили ее написать но писать я естественно не умел потому что писать это некое надо как-то научиться вот вот он написал написан не а он даже были там в инвестиции немножечко немножечко старше был либо на последних курсах либо аспирант я не помню потом у нас где то есть даже совместная статья а вторую статью которую я там вижу я уже знал про транши это про грузовики это 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 поглядная математика да ну про поглядой математики тайтель алгоритм фору decision of the раутин поплем ну что там какая там была история там наверное другая история это нет там совершенно другая история эта история это совершенно неприверная значит ну учился я в той самой математической школе в которой она была не изменена быть поэтической она была как я должен быть программистом и у нас был десятый класс программистов сейчас был такой вот сам проект конечно там делал какой-то проект и вот я там у нас была группа но в основном я там работал проект это называется транспортная задача знаете что такое транспортная задача значит это имеется она была совершенно конкретная реальная задача это имеется некое количество пунктов которых там ну в Москве например там завозит уголь потом их нужно завести по каким-то местам где этот уголь нужен значит откуда куда везти так чтобы в общей сложности есть несколько производителей и несколько клиентов и надо и горничное количество газовиков наверное не может неважно мы хотим минимизировать общее количество общее пробег этих газовиков это называется стандартная задача стандартная задача были какие-то начнут я решал были какие-то методы решения это было известно но я сильно чего-то упростился но я уже плохо это помню была какая-то теория общая и вы эту общую теорию улучшили да или я писал программу конкретно которая потом работала там была и программа и теоретическая часть вы улучшили как бы не то что взяли какую-то известную статью и написали программу по ней а улучшили да сильно и это оптимально в каком-то смысле это вообще решается оптимально сейчас ну это я могу сказать отдельная история которая свитомер не относится но нет что относится значит я это делал но кроме всего прочего там было самое что возложность компьютера была ограничена и самое например можно было воспользоваться лентами внешней памятью но внешней памятью тогда это были магнитные ленты а магнитные уже не перфолента а магнитные да? нет перфолента не является памятью вообще перфолента это управляющие могут быть они магнитные значит там было мы работали на машине BSM4 по-моему там было 2048 ячеек каждая по 40 разрядов 20 байт это было 40 бит как бы то что обычно 40 битная система и нет почему к битам не имеет отношения это просто такая размер ячейки ну ячейки это 40 битов да 40 количество ячеек было 2 кило и чеек 2 кило байт 2 кило и чеек да 2 кило и чеек так что по современным размерам очень небольшая а пользоваться самыми магнитными лентами было сложно это очень сильно увеличило время и поэтому одна из задач которую я решил было сделать это все внутри компьютера значит спрашиваю как это сделать там довольно много чисел все расстояния указаны и так далее я сейчас не помню размеры какие-то не очень маленькие и значит я делал такие возможности в одной участке но размеры расстояния в Москве не больше 100 кило значит числа от единицы до 100 значит я возвращал только пять в одной ячейки вот пять в одной так а вот когда 7 нужно 5 35 так раскладывается да? еще остается несколько в одной ячейки не помню но это одна из вещей которые я делал и так далее то есть это кроме математических вещей там было еще много таких программистских вещей нет ну вот я это сделал важно то что я потом работал довольно много лет просто эта программа ну и другие программы которые были основаны на ее на основе этой программы которые были написаны другие программы то что там было очень математическое я сейчас уже плохо помню она работала фактически ее использовали для настоящих и чья это была эта инициатива что вот откуда вообще эта идея у кого была идея что вот школьник может такую вещь сделать чтобы работала сейчас еще нет эта идея была как раз вполне разумная значит был сам программистский класс и тогда пригласили неких людей из по-моему ЦИМИ Центральной экономикой нефористической института и так далее просто чтобы они вели пригласили несколько хороших программистов и они предложили некоторые проекты вот как что-то такое сделать что реально нужно вот это было из этих проектов там были богомисты которые работали институты они как бы знали что кому нужно и все-таки обычно не то что там дети в этой школе могли написать чего-то чтобы осмысленно это была очень редкая редкая случая да как они согласились что это пойдет значит так нет но они учили значит так я не знаю это действительно это интересно я могу пытаться спросить потому что с одним из людей которые занимались в той стране я поддерживаю связь до сих пор так что я напишу ему в Москве сейчас спрашиваю как это так получилось действительно это реально вот нет ну это был по-видимому очень хороший проект то есть я его сделал хорошо для меня это было очень самое потому что программа писала в кодах никаких языков еще на языке этой машины там битами то есть не знаю число сложить ячейку 325 ячейка команда 0.1 сложение 325 с меньшей системе все писалось 247 положить ячейку а это вы писали ручкой да ручкой ну слова все-таки кто-то переводил это в дырки на перфоленты на перфоленты это делалось таким образом я писал это все в специальной бланке это давалось девочкам чтобы они это переводили на перфоленты и перфоленты это уже было не перфоленты а перфоленты дома есть две перфоленты еще сохранились перфоленты эти перфоленты загружались в машину она их читала и делали все и вы писали это окей и девочки это переписывали на у них была машина уже кололи эти дырки да да именно так это работало именно таки и все дебаггирование было через них должно вы идти если какая-то ошибка вы это узнавали как вы получали output тоже перфоленты или output были напечатаны нет было что-то напечатано на бумаге буквами словами да числа цифра нет цифра машина не умерла переводить все было восьмеричной системы надо было понимать где либо машин умело переводить если надо было переводила но все адреса и так далее это легко переводится в двоичную с одной стороны а с другой человек поэтому все было восьмеричной системе конечно легко было написать действия перевести это не было проблем но в таком случае так сказать ну нет соответствия нет значит что для меня было поразительно так сказать со мной этап который все вычисляли там порядка с небольшим команд я просто помню наизусть вот все все что я просто помнил там наизусть соответственно сейчас сейчас я уже так не спокоен а вы с тех пор когда-либо занимались крутой математикой или там поглядными вещами чем или поглядной математикой или действительно погромированием или чем-то поглядным ну в общем нет чем-то не разумался нет одно еще было уже в конце университета нас послали в какой-то военное значит в университете не было военной подготовки то есть человек шел в армию тот кто шел в армию шел в армию но считалось что он должен при этом так сказать что-то там мы изучали гражданская оборона там я не помню это кстати до нас ну не помню какие-то теорию каких-то ракет я не помню это учение это самое маршировку знаете как маршировать правила я помню что какое-то учение геррера то есть я помню кто это он сейчас там профессор в Чикаго он вообще выгнали из этой самой в целом потому что чуть-чуть чуть-чуть не умел оборшировать и значит это было серьезно потому что вы здесь могли вывести его из университета и поэтому я его учил как надо оборшировать в конце концов выучил в конце концов выучил в конце концов университета вот сейчас профессор в Чикаго как его зовут? на Дирашвиле я случайно с ним немного с ним общался потому что он был учеником Герра я с Герром довольно много общался но это уже университете да это уже университете тогда вы занимались в конце концов или нет вот когда мы поехали в военный алгоритм там тоже надо было что-то делать там я написал какую-то программу это была не такая интересная почему-то им нужно было искать кодные комплексы на Гащеве здесь комплексы на Гащеве надо искать комплексы на Гащеве я написал какую-то программу которая это делала но уже много лет спустя выяснилось что это совсем не простая задача потому что обычно то есть обычно это методом Ньютона быстро находится но иногда начинает и туда-сюда ну что я не помню точно что на самом деле сделать так чтобы она работала всегда это на самом деле очень непросто я конечно я конечно этого совершенно не знал то что я запокрамировал это было просто так сказать стандартно достаточно стандартно то есть это я мало что про это помню это неинтересно то есть таз вот эта задача была с адрегментами а и так сказать опять же один недавно я связывался с одним саком который преподавал нам программирование собственно говоря такой Ким Клим Владимирович Ким и он мне написал что вообще ту вещь которую я придумал что какие-то американцы тоже придумали они написали примерно 100 статей по поводу этого упрощения некого улучшения идея в том что задача имеет приложение реально используется во многих местах это абсолютно практическая задача не только с козовиками со многими это некая задача оптимизации это было в 11 классе или в 11 классе или в 11 классе больше чем в 11 классе может быть через 10 то что написано в 66-й год это просто это какое-то время пока публиковать что тут написано 66-й год но это просто потому что заняло какое-то время пока это опубликовалось да нет это все естественно было в школе нет в университете я уже не занимался университет первый вопрос когда вы встретили эгельфанта или это не первый вопрос я не знаю я я так думал это нет 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 а был в такие образы что пришел ко мне Дима Каждан который я знал не очень близко но знал по олимпиадам Каждан в вашей параллели или он на год младше он значит он меня на год младше но при этом он учился на год младше во-первых он кончил 10 классов а не 11 наконец-то он прыгал в каком-то месте он учился формально у меня ну не формально реально у меня на год младше но учился он на год младше вот когда я приступил в университет он пришел ко мне и сказал пошли на семинар гейлфанта это в первом курсе да на самом первом сначала первый курс и сказал как же там вообще я не знаю ничего нечего это еще я пришел на семинар гейлфанта это было совершенно не тревожное самое и первое некоторое время это было довольно сложно потому что я помню первое первую лекцию которое я слушал там было рассказать про Касси Огер там векторное расслоение и так далее и там надо было их тензер на время нажать ну чтобы произведение я не стал что такое тензер произведение в тот момент еще ну ничего в общем не знаю месяца через три я стал уже так вполне вписываться в целом не то что я все понимал в общем в целом то есть это было очень правильное решение и тогда же меня так сказать гейлфанта взял под свое покорительство уже в первом курсе в университете да в первом курсе я не помню он формально не был формально когда-то где-то со второго курса надо было иметь формальную руководитель там был Кириллов а Кириллов да я Саша Кириллов но реально был всегда гейлфанта а через некоторое время где-то может быть на первом курсе может быть на втором он значит сделал небольшой семинар где был он Дима я и мы еще кто-то и мы пытались изучить работу с целью уже первой степени ламда или после как я понимаю почему гейлфанта естественно он хотел решить задач как действительно вы пошли в университет вы уже в общем-то знали всю стандартную первую степень да но тем не менее шли на все обычные курсы нет сейчас это было свободное посещение значит люди некоторые люди могли так сказать заработать себе свободное посещение я не помню то формально помнялся каким-то образом то есть можно было не ходить на семинары ну, не на все пассивные семинара конечно надо было ходить на все до нано-математические можно было не ходить на курсы семинара но нужно было сдаваться все экзамены можно было не ходить если не помню вот курсы были как бы у всех одни и те же пока не вначале выходили на все экзамены как все но надо время на могли учиться более подвинутые вещи на семинары на курсы вообще не посещали потому что вы все знали но вы не могли все там быстро сдать один семестр вы должны были все как бы сдавать анализ и я пришел уже в конце когда он рассказал про формулы френдейл а это когда был на первом курсе анализа а курс курсы первое семестр или первый год все остальное я знал то есть эпизод дэйп то я знал лучших всех не было вообще разговора и как-то должен сказать что воскреты кстати под вкусом анализа как вы знали что вам стоит прийти на эти лекции не помню там линейные алгебры быстро понял что это самое важное было книжка гильтвандер очень хорошую полинейные алгебры а нет я хорошо помню я читал две книжки полинейные алгебры одну значит гильтвандер и другой халмаш называется количествомерный полинейный анализ халмаш халмаш переведена книга и они с довольно разных точек зрения у гильтвандер разные пирамиды рассматриваются с комплексным числом вещества а у халмаш на другом поле с этих двух точек зрения это кстати все это выучил и понял что это очень важно а вот я могу сказать что в дальнейшем на следующих курсах я обнаружил что на большинстве на многих курсах примерно треть времени тратиться на то чтобы доказать какие-то простые вещи ну простые линии очень простые вещи из линейные алгебры в этой конкретной ситуации а это курсы по алгебру или а именно официальные гометы или там официальные уравнения и так далее официальные уравнения и так далее да гиперболические уравнишь гиперболические это означает что форма имеет один минус ну если ты знаешь что это такое то понятно если не знаешь то тебе долго объяснять что это окей так тут я действительно не окей вы мне очень ладно сказали что линейная алгебра это самое важное и надо знать и я это воспринял вам это никто не говорил да нет вы говорите что вы это поняли но вы это поняли когда вы это выучили или много лет спустя когда вы видели это это нет я это сформулировал опять же я вам говорю что у меня с выступами есть такое что я плохо помню реальные события хорошо помню свои вещи особенно которые я сформулировал эту вещь я сформулил в четвертом курсе понял это где-то сформулировал для себя прямо эти слова что линейная алга является основой всего а в реальтайме когда вы ее выучили на первом курсе или до того в школе вы это осознавали что она важна или еще нет не знаю не могу сказать нет не знаю просто выучил все еще один вопрос по подпроводной математике это как как вы это видите как как бы важный полезный экспириенш что у каждого человека кто потом будет заниматься чистой математикой это хорошо что чтобы она немножко в какой-то момент или случайно произошло и может так я немножечко занимался очень мало не надо меня рассматривать как экспертом вот рекомендуете ли это как бы чтобы это важная часть общего курса что человек учит первую степень математики важно что там какой-то кусочек по первой математике тоже не знаю то есть я я рекомендую это верно но так сказать я сам не очень много этим занимался но чем-то занимался единственное я могу сказать что из моего опыта из того что я занимался я понял некоторые вещи ну например что если приходит человек к тебе с какой-то прикладной задачей чтобы решить такую математическую задачу то прежде всего нужно ознакомиться с этой прикладной задачей потому что обычная стандартная вещь что он переводит эту прикладную задачу на то что он считает математическим языком поскольку он не математик то обычно очень часто эта математическая задача как формулирует не имеет никакого смысла математического и это даже когда начинаешь думать сразу видно что это бессмысленно не может быть такого а когда начинаешь разбираться и откуда это произошло то видно что там возникают какие-то осмыслы просто не то чтобы их легко решить но вообще какие-то осмыслы поэтому очень опасно так сказать так сказать инженеры оператор системы математической задачи пытаться ее решить это обычно нужно ознакомиться и попытаться понять что в чем именно заключается задача это сложится вообще сочетание практические и математические а как вообще указанию вообще что когда одна область другая и человек проходит задачи из своей области он ее приводит на свою внутрь математики так тоже очень важно разобраться какая оригинальная мотивация или тут как раз можно он же сверл какой-то дачи в аргебре ты говоришь в анализе обычно имеет смысл попытаться понять так сказать расследить может быть не так глубоко и так далее но это даже не связано с по глядой математике а вообще понять правильного вопроса правильно это в математике тоже потому что как формулируются задачи небольшие изменения формулировки на самом деле означает очень разные в чем реальный смысл задачи человек может так сказать не понять в чем искорка этой задачи и сформулировать нечто что имеет отношение задачи не такая важная вещь и это всегда имеет смысл вернуться назад немножечко к компьютерам спросить откуда эта задача возникла почему так как в этом думать и так далее но это не знаю даже сейчас я там занимаюсь немножечко с компьютер и каждый раз лучше разноситься и понять не только формальное определение есть формальное определение и да кстати это общая вещь я хочу сказать в математике тоже что люди очень часто верят в формальное определение что совершенно неправильно что есть некие понятия они часто очень хорошо описывают формальное определение но если хочешь немножко общить это то это не значит что это формальное определение а вообще это надо понять это немножечко разные вещи формальное определение очень часто ну например такое меняет самая была вполне с хорошей математикой есть для компьютеративных есть понятие имеется понятие размерности ну так сказать есть размерность круга я помню так сказать а вот если есть а у меня не коммунитетивно так сказать почти коммунитетивно в последнее время достаточно это понятие не имеет никакого смысла совершенно ну понятие там вложенных так сказать можно повторить по формально это обычно будет бесконечность или обычно будет что будет не иметь ну например нет я могу сказать кольцо дифференциальных опасностей хотя рассмотреть какая там цепочка этих самых идеалов и так далее поскольку там бывают максимальные идеалы которые прожжены одним элементом то есть большая алгебра там можно смотреть максимальный зал кто прошел одним элементом то есть формально значит их размер с два или один называется маленькая так размер 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 скролев размер скроли у кольца дефонциальных операторов один это просто потому что если есть размер 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 а максимальный идеал это довольно против ваш пример что есть непровидимые модули и он даже почти все это действительно было совсем неочевидно это ваш пример в 70-е не это подчеркивает ваша биография не важно это например это не важно важно ощущение что люди считали что нужно применять Крудевский это абсолютно неверно Крудевский не имеет никакого отношения к реальному делу оказалось что он хорошо работает в компьютерном случае но это чисто не имеет никакого отношения к сфере размерности имеет смысл интуитивно довольно понятно что такое но пытаться с формальным определением что-то получить здесь между понятием интуитивным размером и формальным определением и то же самое есть формальное определение которое в какой-то области работает но когда обобщаешь то есть неформальное определение само понятие что это значит я не знаю в этом случае есть потом другое формальное определение которое работает а найти какое-то другое определение не иметь ввиду какую-то интуицию и тогда можно проверять естественно есть интуитивное понятие которое мы хотим технически оформить некое техническое определение из того что некое техническое мнение в похожем случае работало не надо пытаться его обобщить вначале мы знаем что ответ должен быть 2n потому что это понятие а потом надо подбивать определение пока не получится 2n или n зависит а n тоже может быть правильным ответом интуитивно может быть но 2 не может быть правильным ответом это я чувствую нет естественно это понятие понятно но если вас интересует глубина например модулей то это будет скорее n потому что модуль не бывает слишком маленькие не неформальная вещь а на интуитивном уровне должно быть понятно что 2n а потом можно вести переговоры не но должно быть понятно что не должно быть понятно что представлять формальное определение это я понимаю но положительно что надо пытаться понять интуитивно чего хотеть я хочу сколько переменов оправы конечно не оправы потому что я уже обрабатывал этот курс несколько раз но если представить себе что я это не знаю так я бы думал что переменах не очень хорошо потому что нас интересует модуль модуль будет те же самые а собаки другие совершенно будут совершенно а размерность должна быть инвариантом это ну это было бы естественно это есть честно это есть некая идеология что по определению кольцо это есть категория это идеология я бы честно не согласен да например или думал что это легитимный вопрос является кольцо комплективным или нет это важно его свойство нет а по этой идеологии это как бы теряет смысл ну если не совсем ну не знаю в общем это еще раз есть некие идеологии которые не должны быть абсолютно ну так сказать в некоторой области вот надо понимать что мои тыковоядные кольца не надо особенно пытаться их различать ну неважно так сказать есть много таких соображений это смотрю на список статей я думаю что следующее тема это по всей это на 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 официальных операторов а почему nk есть есть свободные коммутативные перемены что при степени лябда, техническая часть того, что произошло из этой работы. Сама она по себе, кстати, несмотря на то, что довольно интересный фокус сделается. А что в теореме? Не больше, чем n. Я могу сказать какое-то доказательство. Доказательство довольно само. Говорится, что переводится к симпатической задачи. Говорится, что Лиза ТОП на Красноярске не может быть больше, чем n. Нет, я сейчас уже не вспомню. Напомню, что, кстати, доказательство. Сначала мы приходим к США, получается, поэтическое. И говорю, что симпатическое что есть самая дисконтативная алгебра, то здесь будет очень большая ценность. Почему здесь не может быть? А здесь я говорю, что я, наоборот, возьму какую-нибудь точку, и в ней я возьму, наоборот, фильтрацию. То есть там была глобальная фильтрация, здесь точная фильтрация, здесь доказывается в другую сторону. Я сейчас уже не помню. Точная фильтрация? Ну, теперь у нас есть полиномы уже на этом самом пространстве. Я хочу что-то про них сказать, что не может быть большой алгебры пласоново-коммутирующих элементов. Как-то доказывается, что если есть такая большая алгебра, то в какой-то точке она тоже будет большая, а это я доказываю, что это не так, потому что я перехожу уже к фитерации в этой точке. А с максимальным идеалом и вообще? Да, да, да. Это все, что я помню. Так, если не требуется от меня больше. Это уже, да. Доказательство было такое не реальное. Но еще раз, это была на самом деле реальная подготовка к тому, что... А с повести Пелявды мне это было очень интересно. Я, опять же, читал книжку Гельфанда. Что она читала? По-моему, вы читали? Да. Вы читали, да? Замечательно. Да. Замечательно, это самое. Очень хорошо написано. И сейчас это обсуждалось по повести Пелявды. И там было доказательство, я забыл того, что для квадатического меращина, что там аналитическое положение профессионально с помощью дефицитального оператора. Ну, или там Белого, да? Что? Ну, или Лапласа, или там Белого. Да, да, да. А, ну да, Лапласа неинтересно, конечно, там Белого. Соответственно, еще дефицитный оператор. И я решил, что это... Мне показалось, что должно быть в общем виде. Ну, там быстро близится, что спостоянная персенция не получается. Должен быть спостоянный, наверное, сам. И вот у меня возникла такая идея. И я пытался ее проводить. А как вы дошли до этой книжки? Значит, это из семинара Гельфанта или просто так? Нет, ну, из семинара Гельфанта... Гельфант сказал, что вообще... Человек должен знать, что он вообще... Что на фунции? С чем я абсолютно согласен. Человек, кто не знает, что он вообще на фунции, это вообще не очень разговаривается. Ну, и я прочел. Но эта вот идея мне очень понравилась. И... Здесь... Роман... Сейчас я сам без записи. Так... Да, так вы говорили про... По вступлению лам, да. А вы чтобы начали читать книжку? Потому что любой нормальный человек должен знать, что такое учебные функции. Наверное, да. Я не помню. Так это не задача, которую он вам поставил, а которую вы узнали из его книжки, но... Но это неправильное прямое общение. Нет, ну... Ну, как Граунд сам делал семинар по Хрищандре. По Хиранаке то, наверное, он сказал, что вот это... Поскольку он хочет решить задачу по повседению лам, да. Что это такое? Наверное, он указал. В общем, текст я читал в этой книжке. Еще раз. Это не только сама задача, а именно конкретный способ ее решения. Потому что там была эллиптическая... Эллиптическая... Управление. Что есть сдвиг. Эта идея сдвига с помощью дифференциального огнения. Почему-то у меня возникло сразу ощущение, что это должно работать с любого. И вот, если посмотрите на список работ, там следующая работа, они про это. О, сам полиномерс. А что такое сам полиномерс? Значит, утверждение, что если у вас есть полигомоджинирс, полиномерс... Какой полигомоджинирс? Ну, значит, однородный по разным произведениям. А, правильно. Гомоджинирс однородный. Это, да, но... Да. По разным коронатам и с разным весом? С разным весом, да. То тогда этот метод работает. Тогда просто могли явно выписать дифференциальные операторы, которые... Явно выписать дифференциальные операторы. Ну, не явно, но, так сказать, существование... Ну, я уже не помню, но, наверное, там было, так сказать, много-много операторов. Смотрю, что размерность операторов больше, чем... Ну, есть решение... А, так это уже немножко напоминает настоящее решение, да? Да, нет, просто на значительно менее продвинутом модуле. Еще не было тогда ни... Вы еще не использовали в каких-то модулях или никаких... Ой, нет. Я всего этого не знал, естественно. То есть никто не знал, собственно. Ну, тогда вы это все сделали более-менее руками, хоть уже была там какая-то линейная аргебра. Да, но у меня была... Еще раз. Цель была. Цель была именно доказать по всей операторы именно этим способом. Доказать левую по дифференциям, да? Да. Доказать левую по дифференциям. А задача по R&K, как она возникла? Она возникла из этого или просто... Может быть, она была просто на семинаре, да? На семинаре он дал задачу всем и... Да. Гейфанд Кириллов, я ходил на семинаре Кириллов, наверное, я просто на семинаре Кириллов услышал эту задачу, скорее всего. Но это такая чисто аргебрическая задача, в отличие от p в степени ламбда, где аргебра, метод, но задача аналитическая. Нет, p в степени ламбда задача чисто аргебрическая тоже. В первой степени ламда? Не, ну там все-таки анализ априорный. А, нет, ну это верно. То решение, которое... Решение? Вы всегда говорили, что вы как бы всегда вначале думали про анализ, да? Что вы пришли, учились на кафедру анализа и что вы в первую очередь занимались функциональным анализом. Нет? Нет, нет, функциональным анализом я никогда не занимался, это не просто функциональным анализом. Я не считаю, что я функциональным анализом, извиняюсь. Я хорошо его знаю, преподавал его и так далее, но что я функциональный... Не, ну что, вот оригинально вы пришли с программами анализа, с точки зрения анализа, нет? Нет, нет. Альгеба интересовалась с самого начала не меньше, чем анализ, да? По-видимому, да. Ну, естественно, то есть это, нет, ясно, что не меньше, потому что это... Ясно, что в основном мое направление это алгеб. Ну, это потом уже, когда вы работали, да? Ну, когда вы учились там... Нет, нет, я учились... Нет, еще раз, когда я учился, я вот так сказать... Был действительно эксперт по эпизодам, эксперт высокого класса. Ну, это в девятом классе, да? А вообще, когда вы на первом классе, на втором классе? Ну, в девятом, десятом... Ну, я не знаю, нет, в общем... Почему вы учились на кафедре анализа, а не на кафедре альгеба? Нет, там был... Аналифант. Да. И вот пошли на этот семинар, и вам было ясно, что вы хотите работать с этим человеком, да? Да, нет, нет. Нет, ну, это зрение было довольно формальным. Хотя, наверное, это было неправильно, что я не ходил на семинар, но это... Ну, вы объяснили... Я думаю, вы мне сказали, что из-за этого у вас какие-то вещи в образовании не хватали, и вы потом... Ну, что вы там геометрию вы учили после этого? Да. И это... Я никогда не знал курсов геометрии. И что это вам, в каком смысле, мешало, да, просто... Я не знаю, мешал на ней, потому что... Я не знал понятия курсов геометрии. Знаешь, что такое курсов геометрия? Размерность курсов. Потому что я... То есть... Все домодрии, если можете посмотреть, у меня есть... У меня есть... Я знал... Теориама Гильбета. Теориама Гильбета. Теориама Гильбета и полинома Гильбета. Это я знал. Это единственный инструмент, которым я там пользуюсь. Я думаю, что если вы закрасили одну строчку вашего неравенства... Неравенство по размерности. Так я закрасил в одну строчку. И я спросил, почему оно сильно позже. И вы сказали, что просто потому, что вы не знали достаточно хорошую аргебатическую геометрию. Что берется саппорт. Какой доказательств? Что берется саппорт. Берется градская точка саппорта. Берется рекальная система координации и так далее. Простите внимание, что в моей работе она идет по АРМ. Там ничего не говорится. Потому что я не знал, что это такое. То есть я... Нет. Формально я знал. Еще раз. То есть я ходил на семинар Гильфанга по серии Ирака. И выучил какую-то схему и так далее. Но реально я этого не знал. То есть у меня была идея, что хорошо перенести демодули на многообразие. Но много раз это не делал. Так что я этого не делал. Занялся этим защитной кожей. Так я правильно понимаю, что если вы с самого начала ходили и на семинары по аргебе, то это вас тут быстрее подвинуло? Или... Думаю, что да. Конечно. Нет. Еще раз. Я не знал такого элементарного понятия, как размер... Размер на сколько? Да. То есть... Эти мои работы, они, так сказать, по алгебрической геометрии, они абсолютно так элементарные. Когда вот первое ваше решение... Ну, не первое, но самое второе решение по Финляндии с демодулями. Так вы думали вообще по сингулярной сети или только по размерности? Ну, а как я мог думать по сингулярности? Ну, так как множество у вас было геометрическая... Конечно. Так у вас, да, была геометрическая активность сингулярного носителя. Вы думали по его как геометрическое многобладие, может быть, как множество А2Н или Ц2Н? Конечно. Да, да. Ну, Ц, конечно. А, и вы знали, что его геометрическая размерность и, по крайней мере, на интуитивном уровне совпадает с вот этой размерностью у Гильбертона? Нет. Естественно, нет. Не я поделил Гильбертон. Нет, но Гильбертон поделил для коммунитативного случая. Для D это ваше поделение, да? Да. Но у вас была картина в голове, что это соответствует геометрической размерности сингулярного носителя? Да, конечно. Конечно. Нет, сейчас. Нет. Кстати, это не упоминается. Напомню, да. Как я могу сказать? Нет. Я думаю, что там просто написано в размерности. Идея, что… Нет. Идея, что… Сейчас. Нет. Во-первых, у меня, конечно, не алгебрическая, а геометрическая. И я очень хорошо понимал, что размерность Гильбертон – это, так сказать, геометрическая размерность многообразия. Ну, как бы нету вообще в Мегабазе, а столько демодуль, да? А то, что демодуль можно сдать… Я ничего продумываю. Я отрезанил, ну, какие отрезанцы, наверное, носите. В статье написано. А ты когда есть такие? Нет, нет. Я не знаю, что это сделал. Нет, нет. Нет, нет. Я не помню, точно не помню. Нет, нет. То есть, нет. Это… Только что смотрел там генсбург, где он ссылается, да? Что я доказал, что так сказать, что он не зависит от выбора. Например, что он не зависит от выбора хорошей фильтрации. На модуль, да? Да. Что будет одно и то же, и так далее. Нет, нет. Это я все понимал. Но тут вообще я не знал формального определения размерности. Я не знал формальных свойств. Это теорема, как это называется. Там есть материальная теорема. А что один поленом снижает разменность на один? Ровно. Ровно. Не более чем. Не более чем. Он может уничтожить… Может уничтожить, но… Никако может уничтожить, но не может изменить разменность на два. Он не умеет делать это. И более того, оно интуитивно интуитивно интуитивное. Я не знал о том факте. Я говорю сейчас это тоже. Такая тема в степени ламда. Я вижу, у вас была одна статья в степени ламда. Потом подходы модулев. Потом было подход разрешение особенностей, полное решение. А потом обратно… И Бладдемодери тоже. Вначале была такая статья, где вы, например, доказываете, что был вызвание в распределении агрономное, но еще перед декорацией ОПФ степени ламда. В какой-то момент надо было писать диссертацию. И в диссертации я писал про эту вещь, но я не умел доказывать. Тогда я беру просто продолжение. Но я много чего умел доказывать, свойства этого. Неравенство. Все остальное стало. А вы умели свести лемуаби-функции к вашему неравенству? Да. А как возникла эта идея, что нужно это неравенство? Нет, ну как я… Значит, я работал с этими квази-однородными, но я щедрый. А потом стал думать, как я сам. Ну, так. Думал и смотрел. И в какой-то момент понял, что если будет это неравенство, то все получится. Что по всей переграфе, этот модуль, который постоянно просто… Правда, он маленький. Он размерности R. Поэтому если доказать, что нет ничего, что размерности меньше, чем R, то все получится. А то, что вообще нужно… Откуда вообще этот модуль возник у вас? Почему модуль? Потому что это… Это… Формально… Еще раз я… Значит, мне понравилась эта идея построить такой операции. Если вы начинаете формулировать, то у вас сразу… Вы начали действовать всеми операторами и видите, что это может. Да? Забудьте про все… Нет никакого анализа. К анализаам не видят никакого отношения. Да, это я понимаю. Если вы суммудируете, то у вас сразу получится. Ничего другого не получится. Просто… Действовали все операции, получается? Да. Вот. И такой… Данный секунд по аргебре вы уже знали даже, что такое аргебра, модули, разгильберт и так далее. Это естественно. Это вот все в школьное время? Время семинаров? Или это… Нет, нет. Понятия нет. Это все… Не знаю. Это… 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 Самому придумать? Не знаю. Теорему Гильберта Абариса, например. Не очень сложно. Не так, что упражнение, да? Нет, нет. Это где-то… Нет, нет. Это я где-то выучил. Нет. Это я не сам придумал сейчас. Теорему Гильберта Абариса. Наверное, пошел в какой-то книжке. И… Ну, это еще вот в школьные годы, да? Не помню. Это, может быть, в школьные годы. Честно говоря, просто не помню. Это я просто не помню. Более того, уже примерно в то же время читал, значит, была контра-версия с Гильбером, что, так сказать, математика я не очень по идее этого. А-а-а. Да. Это я тоже прочел. Но… Нет. Это… Еще раз. Видите? Это был мой основной, более-менее единственный инструмент вообще-то. Ольга Боисович. Ольга Боисович. Ну, еще раз. Это чисто Ольга Боисович. Еще раз. Сверху. Боисович, значит, я не пытался никакого анализа там использовать вообще. То есть, я использовал там… Вот, в моей диссертации это доказывалось, что она почти все уже аналитическое там и так далее. Я привезла ее тоже. Ну, это все выводы из чисто географических вещей простых. Вот. А… Нет. Значит, еще раз. Я смотрел эту задачу и понял, что этот модуль маленький. И понял, что, наверное, нет модуля меньше. То есть, это как-то так было понятно, но не получалось отказаться. Кроме того, я… В какой-то момент я помню, я прочел, там была статья Геремина Стэнберга, где они вызвали гипотезу, что на самом деле… Вот этот, если будем наносить, то что он, на самом деле, это… Кое-за того, что… Тем самым, это, конечно, у нее большая разметность. Это была гипотеза. А, так вы уже знали эту гипотезу тогда, да? Она уже была гипотеза. Да, нет. Сначала… Сначала понял. Сначала вывел для себя гипотезу, что она имеет разметность небольшая. А потом даже если это вычисли, что… Как я вам помогу эту статью, я не знаю. Сейчас… Спасибо. Вот. А второе было следующее… Следующая статья была таким образом, что меня Дикен попросил рассказать результаты моей диссертации в каком-то семинаре. Ну, я когда готовился к этому самому, то я пытался опять доказать снятости, и в этот раз получилось. Понимаете? Вот неравенство? Да. Неравенство. Все остальное я знал уже к тому лету. А вот я за собой показать не могу. Пару лет… А эти пару лет вы делали чего-то другое или ломали голову над этим вопросом? Конечно. Нет. Естественно, я делал чего-то другое. Я ходил на семинары… Нет. Ну, вы как бы научной статьей с проблемой занимались, или это была ваша проблема? Сейчас. Я раздевался очень многими разными вещами. Сейчас я не помню, какие это годы. Дальше произошло следующее, на самом деле. В каком-то концу университета… Я кончал здесь в 68-м году, к концу университета… Университет вы имеете в виду пять лет или уже кандидатскую диссертацию? Нет. Пять лет. Университет… Когда вы сказали, вам надо было написать диссертацию, вы имеете в виду какую диссертацию? Кандидатскую или дипломную? Нет. Кандидатскую. Дипломную я не помню, что там было вообще. Кандидатская – это еще много лет спустя, нет? Почему много лет? Это было где-то в 71-м году. В 69-м году, где у вас… А, нет. Это Skill Phantom. Это второе решение, да. Это… Да. А вот это только 71-го года. Ну, 71-го года вы уже… А, нет. The study of fundamental solutions… Нет. А-а-а. А-а-а. Сейчас 2-го года вы сделали вот это решение? Англиборическое решение? Да-да. Значит, the study of fundamental solutions – это до того, как… Это еще без решения? Это именно кандидатская работа, да? Да. Это кандидатская диссертация. То есть там всякие свойства. То есть… Тверждение в том, что позитивляемость… Бифункция – это не просто существует, а то еще и вредит в головную функцию. То есть, в основном, она имеет много разных интересных свойств. И вот это… Об этом… Это… Работает. То, что существует, это вытекает, вот, например, из… Еще раз, моя основная цель была, конечно, доказать дифференциальную бифункцию. Это получилось более-менее случайно уже после того, как я... А вы уже почти заботили эту работу и после вернулись с ней? Да. А, понял, вау. Мне много времени не думал об этом, но как и рано уже было рассказывать, я сталкивался опять. Это, кстати, было много раз, потом в разных вещах думаешь, что-то не получается, бросаешь это, а потом через некоторое время опять начинаешь думать и получается. Это довольно стандартная вещь. Я не знаю, как у вас, а у меня это было. Ну, я не сказал, что много, а наверно было, да? Нет, было. Нет, нет. Нет, нет. Не было. А, тогда, действительно, за этот период я вижу, что у вас есть началась эта серия BGG, и есть еще одна работа в каждом. Я сейчас хочу... Так, сейчас впервые, да? Потому что BGG – это отдельная тема. Это отдельная тема. Вполне интересная. И... Да, сейчас она началась, действительно, между... Времени... Когда вы забросили время на проект в каждой степени Рамды, да? Я одновременно всегда, кстати, думал о разных вещах. Да. Да, да. Началась параллельно. Это не после. Да. Да. Окей. Сейчас она...